Скелетор – культовый злодей 80-х. Но знаете ли вы, что он был основан на настоящем скелете? Или что у него когда-то были глазные яблоки? В этом ролике мы раскроем эти и другие тайны вселенной Химена. Устраивайтесь поудобнее, чтобы узнать об этом и о многом другом. Иногда вдохновение исходит из внутреннего творческого источника, а в других случаях из мертвого тела, увиденного в детстве. Вдохновение для создания Скелетора определенно исходит из последнего. Согласно эпизоду сериала Netflix, игрушки, которые сделали нас, посвященного властелинам вселенной, бывший дизайнер компании Mattel Марк Тейлор действительно в детстве наткнулся на мертвое тело в парке развлечений Pike Amusement Park. Тейлор был уверен, что тело было настоящим, но никто ему не поверил. Затем у трупа оторвалась рука, и люди в парке развлечений поняли, что пугают детей настоящим мертвецом. Этот труп когда-то был преступником, убитым в перестрелке в 1911 году. Никто не потребовал его захоронить, поэтому предприимчивый гробовщик забальзамировал тело и поручил выставить его на показ. В конце концов, один делец сбежал с трупом. И к тому времени, когда тело оказалось в здании парка аттракционов, никто уже не помнил, что этот труп на самом деле настоящий. Когда пришло время создавать главного злодея и врага Химена, Тейлор извлек образ из собственной детской травмы. Его первоначальный набросок немного смягчили, так как травмировать психику детей – это не лучшее решение для бизнеса по продаже игрушек. Когда была выпущена линейка игрушек по властелинам вселенной, у компании Mattel не было особой истории происхождения персонажей. Она создала четыре мини-комикса, которые шли вместе с оригинальными игрушками и объясняли, что происходит, но эти рассказы мало походили на мир Химена, который фанаты узнали позже и полюбили. В невероятно обширной книге Mattel, Химен и властелины вселенной, руководство по персонажам и игровому миру, часть 1, опубликованном изданием Dark Horse Comics, ранняя версия Скелетора представлена как демонический волшебник из другого измерения. Это связано с тем, как он изначально был задуман. В документальном фильме Сила серого черепа, история Химена, бывший вице-президент по маркетингу компании Mattel, Пол Кливленд признал, что сначала он задумывал окрестить злодея D-Man на основе первой буквы D из слова демон. В мини-комиксе 1981 года, Химен и Меч Славы, Скелетор говорит, что он застрял на Этернии после путешествия через межпространственную дыру во время Великих войн. Он пришел из измерения населенного другими ему подобными, и это дает понять, что он не человек. На момент создания Скелетор был воплощением зла, как рассказывает дизайнер Марк Тейлор в сериале игрушки, которые сделали нас. Комикс, посвященный сериалу Химен и Властелины Вселенной студии Filmation, описывает Скелетора как последнего оставшегося правителя бесконечности – злодейской планеты Близнеца Этернии, населенной демонами и монстрами. Скелетор был злым, страдающим манией величия, помешанным на власти монстром, решившим завоевать Этернию. Затем компания Mattel запустила серию игрушек Шира, и для её мультипликационного дебюта они создали существо, гораздо более мощное и злое, чем Скелетор – Хордока. Этому злодею удалось поработить целый мир, планету Близнеца Этернии Эфирию, которая заменила никогда не упоминавшуюся официально Бесконечность. Хордок даже похитил новорожденного ребенка, Адору, она же Шира, и заставил её служить в своей армии. Более того, он был знаком со Скелетором, но не как с равным, а как со своим бывшим учеником. Скелетору так и не удалось завоевать целый мир, а накопленная им магическая сила была получена от Хордока. Внезапно эта загадочная демоническая сущность без настоящего прошлого показалась немного менее устрашающей. Это была переломная предыстория, которая не изменилась до сих пор. Еще в 1980-х компания Mattel не была особенно заинтересована углубленно раскрывать личность Скелетора, несмотря на то, что истории о властелиных вселенной были распроданы по всему миру на всех мыслимых носителях. Комиксы, иллюстрированные книги, аудиоспектакли, He-Man был повсюду. С этим избыточным количеством рассказов возникло бесконечное множество историй происхождения. Согласно варианту мультсериала 1983 года Властелины Вселенной, Скелетор был родом с планеты Эфирия. В 1988 году в журнале Властелины Вселенной, номер 52, издаваемого в Великобритании, Скелетор оказался межгалактическим тираном с планеты Эфирия, чья злодейская сущность уже была известна всей Вселенной. В золотой книге 1985 года Орда Хордок рассказывает Химену историю уроженца Эфирии, который объединился с ним, чтобы узнать секреты минерала под названием Эфирамид. Однако этот человек с голубой кожей был слишком молод, чтобы управлять этим минералом, и он превратился в живого скелета. Продолжали появляться все новые истории, и потребовались годы, прежде чем Маттел решила, кем на самом деле должен быть персонаж. Из-за того, что Скелеторы изображали по-разному на протяжении многих лет в разных частях света, сложно выбрать одну версию, которая по-настоящему выделяется. Сложно, но не невозможно. Немецкий вариант Скелетора был злом, которое никогда бы не появилось в американском мультике. Немецкий голос изображает злодея как всемогущего монстра. Согласно руководству по персонажам и игровому миру от издания Dark Horse, этот Скелетор был чем-то вроде садиста, который получал огромную радость, заключая в тюрьму крестьян внутри Змеиной горы и причиняя им боль. Кроме того, он не брезговал и убийством детей. Затем появились комиксы. В четвертом выпуске немецкого комикса Властелины Вселенной волшебница рассказала Химену, что Скелетор уничтожил целый летающий город Эйвион. Это был дом людей Стратоса, людей-птиц, всего его народа. Скелетор выкрал способность их города летать, отправив всю расу прямиком на Землю в захватывающем дух акте геноцида. Поклонники Скелетора из мультфильма Filmation Химены Властелины Вселенной часто задаются одним вопросом об этом Повелителе зла – как он обрел свой голос. Актёр озвучивания Алан Оппенхаймер работал в сфере озвучки на протяжении десятилетий, и, как он объяснил на GalaxyCon 2020 года, он создал носовое звучание голоса Скелетора, просто посмотрев кадры с ним. Человеческий голос формируется из смеси звуков, создаваемых горлом, носовой и ротовой полостями. Если бы Скелетор на самом деле обладал только черепом без надлежащих вокальных аппаратов, его голос должен быть менее наполненным и более пустым. Как объяснил Оппенхаймер, у меня возникла идея создать костяной голос из-за головы в форме пустого черепа, поэтому я просто сделал его гнусавым. А вот незабываемый смех Скелетора появился случайно. Это было на ранней записи. Я неловко рассмеялся, после чего этот вариант оставили в мультфильме, и он стал культовым. Фильм 1987 года Властелины Вселенной хоть и провалился в прокате, но в нем было несколько ярких моментов, одним из которых стал Скелетор в исполнении Фрэнка Ланджеллы. Актер сказал в интервью Vanity Fair, что у него возник ряд проблем с фильмом. Сценарий был просто ужасным, но я не мог устоять перед вызовом, который заключался в том, чтобы сделать Скелетора реальным и правдоподобным. К тому же его четырехлетний сын был большим поклонником владыки разрушений. Так что, как настоящий папа, актер был обязан воплотить в жизнь любимого персонажа своего сына. Ланджелла много работал с режиссером Гэри Годдардом, чтобы переписать большую часть диалогов Скелетора, импровизируя на ходу и черпая вдохновение у таких писателей, как Джозеф Кэмпбелл, особенно из его работы Герой с тысячей лиц. Так появились некоторые удивительно глубокие, запоминающиеся реплики, как, например, Спустя годы некоторые люди, очевидно, не фанаты Скелетора, спрашивали Ланджелла, почему он принял участие в этом фильме. Но актер сказал, что вспоминает его с неподдельной нежностью. Когда 80-е подошли к концу и ажиотаж вокруг Химена начал спадать, компания Маттл стремилась найти способ сохранить свою дойную корову. Мультсериал Filmation был закончен, а игрушки больше не продавались, поэтому они решили, что пришло время перезапустить проект почти с нуля. Поэтому компания отправила Химена в будущее и в космос в новых приключениях Химена. Сохранилось только три персонажа из оригинальной серии – Химен, телепатически связанная с ним волшебница, и Скелетор. Ну, по крайней мере, похожий на него персонаж. Предположительно, он был тем же злодеем, ведь новые приключения были прямым продолжением Химена и Властелинов вселенной, но этот Скелетор был почти не похож на маниакально смеющегося правителя Змеиной горы. Его культовый голос исчез, и его заменили более насыщенные интонациями плавные тона. – Я надеюсь, что ты любишь это! Его лицо выглядело гораздо менее похожим на череп, и впервые у него появились глазные яблоки. Маттл, похоже, взяли только имя персонажа, но не более того. Неудивительно, что мало кто помнит этот недолговечный сериал, и теперь, когда властелины вселенной Откровения должны стать официальным продолжением оригинального мультфильма Filmation, похоже, новые приключения будут вспоминать лишь как причудливый эксперимент. В течение многих лет компания Маттл сопротивлялась тому, чтобы дать Скелетору подходящую историю происхождения. Но ещё в 1986 году один из последних мини-комиксов, продаваемых с игрушками, содержал рассказ под названием «В поисках Келдора». В нем Король Рандер ищет своего давно потерянного брата, принца Келдора. Скелетор узнает об этих поисках и отчаянно пытается их остановить, говоря, что это его погубит. Ему это удается, но читатели не узнали больше подробностей. Вскоре закончилась линия игрушек, а вместе с ней и мини-комиксы. Но перезагрузка мультфильма 2002 года Химены, Повелители Вселенной, началась с рассказа о том, что Скелетор был военачальником по имени Келдор, чье лицо было искажено его собственной кислотой, когда он напал на отца Химена, Рандора. Если бы сериал продолжился, то Келдор оказался бы сводным братом короля. Однако продолжение так и не вышло. Но тайное, наконец, стало явным, и эта идея прижилась. В линейке игрушек Классические Властелины Вселенной 2008 года фанаты получили как игрушку Скелетора, так и Келдора с изображением на коробке, подтверждающим их родственные узы. Когда DC Comics начали выпускать серию комиксов 2012 года, они также сохранили историю с Келдором. Прошло несколько десятилетий, и Скелетор наконец обрел свою историю происхождения. Прежде чем компания Маттл остановилась на новых приключениях Химена в качестве официального продолжения мультсериала Filmation, они рассмотрели несколько других идей, чтобы продолжить повествование. Бренд-менеджер классических властелинов вселенной Скотт Нейтлих представил ранее предложенную версию, посвященную сыну Химена Хирою и отпрыску Скелетора Скелетору-младшему, высказанную в конце 80-х. В конечном итоге эта идея была адаптирована в новых приключениях. В 2008 году компания Маттл запустила свою линейку игрушек классические властелины вселенной, выпуская всех персонажей с обновленными предысториями, объединенными в серию комиксов. В истории Evil Lean упоминается, что она была влюблена в Скелетора, когда он был еще Келдором. Затем, в мини-комиксе 2014 года, Падение Этернии, часть первая, Возвращение домой, написанном Нейтлихом, читателям наконец-то впервые показали сына Скелетора, Скелетора-младшего. После нескольких масштабных сражений серия заканчивается тем, что Скелетор-младший клянется отомстить Херою и обещает продолжить битву добра и зла. Но в то время как практически каждый персонаж получил свои игрушки – от сына Химена до его предков и олицетворения Замка Серого Черепа – бедняга Скелетор-младший по-прежнему не обрел физического воплощения. Если и есть то, что больше всего любят авторы комиксов, так это путешествия по мультивселенной. С 2012 года компания DC Comics публикует комиксы Властелины Вселенной, поэтому законы комиксов требовали, чтобы в какой-то момент франшиза пересеклась с основной вселенной DC. Примерно через год после этого Скелетор совершил путешествие на Землю, чтобы сразиться с Лигой Справедливости в мини-серии 2013 года, вселенная DC против Властелинов Вселенной, а затем он вернулся на Этернию для участия в выпуске Химен Война Этернии 5 2015 года. Затем, в течение некоторого времени, этот персонаж не появлялся потому, что, как выяснилось впоследствии, он путешествовал по мультивселенной Этернии, сталкиваясь с тысячами вариаций самого себя. Когда Скелетор рассказывает о своих приключениях, на страницах комикса появляется огромное множество оригинальных работ – от первых мини-комиксов до бокс-артов и перезагрузки Химена 2002 года. Там даже было изображение оригинальной игрушки. Все эти версии Скелетора по-прежнему существуют где-то там, в мультивселенной, как отдельные персонажи в отдельных мирах, ожидая, как и версия Filmation, нового воплощения в будущем. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваших любимых персонажей, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!